Привет, дорогая! Меня зовут Аша. И мне снова пришла посылочка. Видимо, у меня пора такая посылочная. Посмотреть, что у нас тут пришло. На самом деле, я знаю, что здесь пришло. И сейчас я буду все это смотреть, рассматривать и тебе показывать. Здесь такая вот, когда-то была, видимо, очаровательная коробочка. С такой пироженкой розовой здесь. Была, потому что она помята. Спасибо нашей замечательной почте. Наша почта просто какой-то бич божий. Боже, Господи, у тебя какая прелесть! Вот, пришло такое вот замечательное колечко. Такое вот прям розовенькое, нежненькое. Прямо вот такое, вот так бы я его съела. Оно сделано как будто бы вот из зефира, наверное, или из крема. Смотрится оно очень нежненько. Правда, как будто я сняла украшение с торта, нацепила его на палец. Кольцо можно регулировать размер. Заказала я его не себе. Сказала я его своей подружке на день рождения. Будешь смеяться, но день рождения у нее не скоро. Ну, или на Новый год подарю. Ну вот, на моей руке оно смотрится вот так. Я сижу уже и думаю, может мне его себе забрать? Потому что уже очень оно шикарно смотрится. Так вот нежно, просто, я не знаю, очарование очарований. Эх, я не хочу с тобой расставаться. Давай уедем вместе к морю. Вот, и был еще внутри такой пакетик с, скажем так, визитной карточкой интернет-магазина. Он называется «Доли Хаус». Авторские украшения и аксессуары ручной работы. Позже я расскажу, как я вышла в замечательный интернет-магазин. И еще одно колечко. Другое моей подружки. Ей уж точно на Новый год, потому что день рождения у нее был в июне. Увидит оно вот таким вот образом. Оно, можно подумать, вот цветопередача у моей камеры не самая лучшая. Можно подумать, что оно точно такое же, как предыдущее кольцо, но только поменьше размером. Вот, я могу сравнить. Оно бледнее, во-первых, вот это вот. Это скорее не розовое, такой розоватый-бежеватый. Тоже смотрится очень нежно. Причем вот этот вот, он такой лаковый. Немножко глянцевый, я бы сказала. Этот просто обычно матовый. Вот. И в отличие от этого кольца, здесь основание позолоченное. А здесь по серебро сделано. Вот. Хотя я бы, конечно, сделала наоборот, потому что девушка, которая подарила вот это колечко, она любит серебро. А девушке, которая подарила вот это кольцо, она на все золото. То есть, ну, ничего страшного. Просто безумно красивые вещи. И так вот выглядит на руке. Безумно красивые вещички. Думаю, они будут просто счастливы. По крайней мере, я надеюсь очень на это. А следующий аксессуар я предсказывала для себя. Ой. Это вот такой браслет. Да, под шоколадки сделаны. Смотри. Здесь сервечко. Это просто такая конфетка. Это конфетка сверху покрыта сливочной такой штукой. Это опять сердечко шоколадное с этими секретными украшениями. Это опять конфетка. Конфетка. Ну, и кугляшка. Все под золото. Хотя, кстати, я вот люблю серебро. Сейчас я надену. Еще, кстати, надо посмотреть, как одевается. Потому что я все-таки ценю украшения, которые одеваются с легкостью. Без посторонней помощи мне не обойтись. Ну как? Смотри. Вот. Вот они все мои конфетки. Вообще, вот так было ты съела. То есть, вот так это все смотрится. Я вот даже сниму часы для того, чтобы ты смогла... Чтобы тебя ничего не отвлекало от создастания этого чудо чудесного. Вот, гляди. Такая красота. Я вот просто даже не знаю, как еще мне выразить свое восхищение этой вещью. А-а-а-а. Я просто счастлива. В течение у меня лежала вот такая вот расчетка с моими данными. С данными самого интернет-магазина. Здесь его логотип. Доля Хаус. Я все это делала предоплатой. Плачевала через Киви кошелек. Ну, там есть и другие способы, кажется, предоплаты. И еще внутри пакетика меня ждала вот такая вот, ну, наверное, открыточка, можно так сказать. На которой, как мы видим, написано, что спасибо за покупку в Доли Хаус. Будем рады видеть вас снова. В общем и целом я отдала 1050 за 3 вещи. Вот это колечко, оно стоит 150 рублей. Это на сотню больше, 250. И насчет браслета я, правда, не соврала. 650 рублей. Был подписан на ее блог. Я видела, как она развивалась в своем искусстве выполнять такие вот штуки замечательные. Она постоянно укладывает замечательные фотографии. Это очень красивая девушка, которая очень любит розовый цвет. Блог очень интересный, очень увлекательный. Я вот в восторге от этой девушки. Я ее просто восхищаюсь. Пример для подражания, я не знаю. Мне всегда хотелось видеть у себя вот такие вот вещички, типа вот этой. Я была так рада, когда она открыла интернет-магазин, потому что живые они в столице. Все, что она делает, она, во-первых, делает своими руками, и она делает в стиле сладостей. То есть... Ты не поняла, да? Я считаю, это чудесно. Конечно, большинство ее работ выполнено в розовом цвете. Но я не очень люблю носить розовые вещи. Вот... Все сделанное под шоколад я люблю очень сильно. И на радостях я так рада, что я все это заказала, и все это мне пришло, и это выглядит так же отлично и качественно, как и на фотографиях, что я тебе спою, вместо обычного пожелания. Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом. Та-да-да-да-да-да-да. Пока. Улыбок тебе много.